С каждым годом всё больше внимания начали уделять здоровью. Меняется сфера здравоохранения, проводятся профилактические обследования организма. Но лишь недавно они стали носить системный характер. В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с программой проведения единого дня диспансеризации, что включает помимо ежедневного прохождения диспансеризации организованным и неорганизованным населением, прохождение диспансеризации по субботам. В Видновской взрослой поликлинике медицинские обследования проводятся по субботам с 8 до 15 часов, что очень удобно для работающего населения. За это время любой прикреплённый к медучреждению гражданин может пройти осмотр у всех основных врачей, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. Это очень важно. Во-первых, и кровь надо сдавать обязательно, и сахар, и холестерин. В возрасте всё это поднимается как бы моментально, и не ощущаешь как бы всякие изменения в организме. Поэтому я считаю, что надо проходить специализацию. Мы пришли с сыном, он меня привёз, сейчас скажу во сколько, наверное, половина девятого, сейчас вот девять. А я уже всё прошла, сейчас вот последнее обследование. В своём ежегодном отчёте губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что средняя продолжительность жизни в Подмосковье выросла за последние годы до 73 лет. В первостепенных задачах – достичь показателей 75-77 лет. С помощью высокотехнологичной медицины, с помощью грамотной, продуманной диспансеризации максимально приблизиться к этим показателям. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в регистратуру поликлиники. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Если человек имеет регистрацию не в Ленинском районе, то нужно получить прикрепление к медицинскому учреждению. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова